Добрый день! Всем привет! Всем огромный привет! Хотела сегодня поговорить о хайповой теме Хейт на ютубе Вообще в интернете, на ютубе в частности Очень хайповая тема Все, кому не лень, снимали видео на эту тему Только я не сняла И я решила тоже, почему нет Я тоже хочу поговорить на эту тему Тем более, что я как бы в блоге И поэтому я как бы Вот в теме, можно сказать Сама прям в ней Не могу сказать, что я на себе испытываю много хейта Потому что у меня канал очень маленький И у меня все мои подписчики И все, кто меня смотрит У меня было несколько не очень таких приятных комментариев Но практически, ну вот несколько штук Я даже не могу сказать, что Как бы у меня их было много Но тем не менее Я вижу под другими видео других блогеров Я это читаю, я вижу, что происходит И хотела я высказаться на эту тему Еще и потому, что я очень часто Слышу такое суждение о том Что вот все хейтеры, так сказать Они все завистники И они все из зависти к блогеру Вот пишут неприятные комментарии Пишут гадости Чтобы как бы обесценить этого человека И принизить его таким образом Стать над ним Ну, в общем Я сразу скажу, что я не очень согласна С этим постулатом Что все хейтеры завистники Есть разные причины хейта И разные причины, почему люди пишут Такие хейтерские комментарии Давайте я начну с того, что я вам скажу Что слово хейт по-английски означает В русском переводе означает ненависть Но это не совсем корректно Потому что в английском языке Слово хейт используется не совсем Не всегда в значении именно ненависть Это слово, которое означает Что человек Вот я не люблю что-то Мне не нравится Я не люблю Не так часто ненавижу А именно не люблю То есть слово хейт в английском В английском значении Имеет такого сильного смысла Понимаете? Такого прямого хейта Ненависть И поэтому его как бы в английском языке Используют не совсем Чтобы обозначить людей Которые тебя ненавидят А обозначить людей Которым ты не нравишься А в русском языке Поскольку слово хейт переводится как ненависть То, естественно, все это приобретает Намного более такой яркий окрас И поэтому люди, которым ты не нравишься Их называют ненавистники Их называют как бы хейтерами Именно потому что считается Что это люди, которые вас ненавидят Ну, в русском варианте может быть Но в английском я хочу сказать Что вот иногда, например, говорят I hate to do this, but Мне очень неприятно это делать, но Или I hate to tell you Мне очень неприятно тебе это говорить, но Или там I hate to bother you Мне очень неприятно тебя беспокоить То есть хейт используется в смысле Как неприятно Не нравится Вот не имеет такого сильного смысла Слово хейт в английском языке Но в том числе его используют И в смысле ненавидит Но в основном его используют В смысле вот неприятно Не нравится И такая была идея этого слова Хейтер по-английски Это был человек, которым ты не нравишься А не человек, который тебя ненавидит А вот в русском получилось Как-то немножко по-другому В русском переводе И поэтому это слово используют Именно по отношению к людям Которые тебя страшно ненавидят И поэтому пишут тебе гависти Но я не согласна с этим Я хочу сказать, что я все-таки считаю Что это не обязательно Человек себя ненавидит Это люди Есть несколько типов, так скажем, хейтеров Есть люди, которым Есть люди, которым Ты просто не нравишься Ну вот есть блогер, да Например, я Я кому-то не нравлюсь Я кого-то раздражаю Я вызываю в ком-то отрицательные эмоции И бывает такое, понимаете Блогеру очень трудно поверить В то, что он у кого-то может вызывать Настолько отрицательные эмоции Что его могут вот так вот не любить Но это бывает Ну бывает Без всякой даже особенно причины Просто вот Вайп человека Манера говорить Не знаю, голос Внешность Все вызывает какие-то Отрицательные, неприятные эмоции И есть как бы люди Которые просто пройдут мимо Отпишутся Они будут смотреть Про себя подумают Фу, какая она Фу А есть люди, которые свое фу Выскажут вам, понимаете Но это не потому, что они вам завидуют И не потому, что они вас ненавидят Это люди, которым вы просто не нравитесь Есть такое дело И это надо понять и принять Как любой блогер должен понимать Что он людям Некоторым людям не нравится Просто есть разная степень Так сказать Ну вот Нелюбви к тебе Что Одни люди просто пройдут мимо Другие люди напишут Не очень приятный комментарий А третьи напишут Просто откровенные Гадость Мат И что-то такое Понимаете Оскорбление То есть Это зависит еще Очень-очень зависит от человека Просто Всех называть Людей, которые вас критикуют Всех называть хейтерами Я считаю, что это неправильно Потому что есть люди Которые просто вас Как бы критикуют И говорят У них очень может быть Приятные вещи Но ничего такого ужасного А есть люди, которые вас оскорбляют Это две большие разницы Теперь Вот по поводу зависти Я еще хотела сказать На ютюбе Хейтеры есть абсолютно у всех На ютюбе есть Блогеры очень успешные Очень состоятельные Красивые Действительно люди Которые могут вызывать зависть Поскольку жизнь у них удалась А у человека Который сидит по ту сторону экрана Жизнь вообще не удалась никак И поэтому Естественно Что он завидует Блогеру И опять же Зависит от человека Один позавидует И пройдет мимо Другой из зависти И чтобы сделать неприятное Этому человеку Которому он завидует Он напишет ему Какое-нибудь оскорбление Чтобы его Как бы Вот О, есть Но есть на ютюбе Блогеры Которым абсолютно Абсолютно Нечему завидовать Люди Которые Ну вот Просто мыкаются По жизни А там Я не знаю Мать-одиночка Живет В очень тяжелых условиях Плохая у нее работа У нее нет денег Совершенно Она Небольшая там уже И красавица такая Чтобы Внешности завидовать Не особенно В общем Как бы Жизни у нее вообще Не удалось никак Ни разу Наоборот Ее там Другие ее зрители Жалеют Посылают ей деньги Как-то вот Сочувствуют И так далее Ну вы представляете Что у нее тоже есть хейтеры Понимаете Причем немало Причем люди Которые пишут Довольно неприятные вещи Ее оскорбляют Обзывают В общем Пишут ей всякие гадости А объяснить это Завистью невозможно Потому что Этому человеку Завидовать Абсолютно нечему Абсолютно Никак Невозможно ей завидовать Она абсолютно Ну вот Неудачна по жизни Да Объяснить это Завистью Это просто Ну вот Совершенно Не make sense Совершенно Не имеет никакого смысла Поэтому я Вот Совершенно не согласна И очень опровергаю Эту теорию О том Что вот когда Человеку пишут Неприятные комментарии То блогер сразу говорит Завидуйте молча Вы мне завидуете Вот Вы такая сидите Там Старая Толстая На диване А я вот такая Все молодая Красивая Тут перед вами сижу Вы мне завидуете Поэтому Нет Я не согласна С этим Исключительно В корне Потому что Еще раз повторюсь Хейтеры есть у всех На ютубе Даже у людей Которым Совершенно Нечему завидовать И Их хейтят Не из зависти А их хейтят Потому что Их хейтят Вот сейчас Я перехожу К Следующему Так сказать Пункту Моей программы Кроме того Что есть люди Которым Вы не нравитесь Есть люди Которые просто Вот хейтеры По жизни Они хейтят Всех Независимо от того Нравитесь Вы им не нравитесь Вернее не так Им не нравится никто Они всех ненавидят У них Я не знаю Я не знаю Это в силу характера Или в силу Какой-то неустроенности В жизни Или в силу Какого-то Взгляда На жизнь Люди Которые Всех ненавидят Вокруг себя Начиная от соседки Сотрудницы Даже там Своей сестры И кончая Человеком По ту сторону Экрана На которого Вылить свой хейт Это вообще Самое то Это их место Потому что Если на соседку Или сотрудницу Они не могут Особенно выливать Потому что Получат назад Причем По полной программе Причем Может быть Не только В словесной Но и в какой-то Другой форме То блогер Человек в интернете Далекий от них Плюс Они под Никами Скрытыми Которые Никто не знает Кто эти люди Вот тут Их самое место И самое поле Они вываливают Свою Внутреннюю Гы Извините На людей Которые Совершенно Ничем не виноваты Люди Которые Совершенно Ничего Не сделали Ну просто Потому что Это Хейтеры Хейтят Люди Которые Всех И все Вокруг Ненавидят И вот Они бегают По всем каналам И вот Они оставляют Свою фу И свои Квернословия И свои Гадкие Гадкие Комментарии И пишут Неприятные вещи Зная заранее Что это неправда Зная изначально Что это все Как бы Не есть На самом деле Ну продолжают Писать И Есть просто Такие люди Причем Как правило Вернее не как правило А очень часто Это не несчастные Какие-то Убогие Сирые Люди Вот Почему-то считается Что хейтеры Это все Какие-то Одинокие Женщины Некрасивые Толстые Бедные Которые сидят На своих Просиженных диванах Своих Застиранных Халатах И пишут И строчат Комментарии Значит Неприятные Потому что Вот у них Жизнь такая Неудачная И они Поэтому Вот всем Бегают И гадят Под всеми Видео Это не совсем Я не считаю Что это правда Я считаю Что есть люди Которые Очень даже Вполне Себе Ну как бы Не то что Счастливы По жизни Но они Совершенно Ведут Нормальный Образ Жизни Они никакие Ни нищие Никаких Ни в халатах Ни на просиженных диванах Они вполне Наверное В хороших диванах И в хороших халатах Сидят у себя дома Я вот даже думаю Что они может быть И внешне Ничего себе Такие симпатичные Я даже уверена Что у них есть И муж И у них есть Семья Но это Такого склада Люди Которые Ненавидят Все вокруг Все что Все что им попадается Под руку И там где Они могут Нагадить Они нагадят Это не значит Что они несчастные По жизни Это значит Что они такие Вот люди Ну есть Среди них Конечно Люди несчастные Но вы знаете Мне кажется Что несчастный Человек У которого Есть какое-то Своё горе Какое-то Своё несчастье Он не станет Отвлекаться Или заниматься Тем Чтобы писать Какие-то гадости Кому-то У него Своего Достаточно Горе и несчастье Для того Чтобы этим заниматься А не бегать По каналам И писать гадости А вот эти Люди Которые Ненавидят Все И всех Вокруг В том числе Блогеров Они конечно Несчастные Но они несчастны По-своему Это не несчастные Люди В нормальном Представлении В человеческом То есть мы вот думаем У человека В жизни Все хорошо У нее есть муж У нее есть семья У нее есть там Дом Доход Она неплохо живет Все у нее в жизни Хорошо Но при этом Вроде бы Как она Не несчастный Человек Но несчастье Но он своей злобой Понимаете Злость Делает человека Несчастным В этом смысле Понимаете Когда я говорю Что это не какие-то там Несчастные Сирые Убогие люди Я имею ввиду Вот снаружи Финансовое И в Так сказать В семейном Статусе У них все хорошо Но несчастные Они Своей вот этой Злостью Внутренной Которая их Разъедает Изнутри И вот Выливая ее На кого-то Они думают Что им это Принесет Какое-то Удовольствие И счастье Но это может быть На 2,5 секунды Вот момент Написания Этого Комментария Потом они Становятся Снова Вот эта Злость Их Начинает Разъедать Изнутри Они идут На другое Видео И снова Начинают Что-то Писать Несчастные Они даже Не понимают Что они Несчастные Несчастные Они тем Что они Бедны Духовно Настолько И вот Эта Вот злость Я вообще Не представляю Как может Человек Как может Человек Разлиться На кого-то Кого он Не знает Понимаете Как может Человек Я например Могу Разозлиться На Не знаю На своих Знакомых На кого-то Сказал Мне там Что-то Не то Людей Которых Я знаю Своего сына Я могу Разозлиться На своего Мужа На людей Которых Я знаю Которые Мне Близки И дороги Которые Как бы Их мнение Мне важно И я Поэтому могу Разозлиться Если они Мне скажут Что-то Что Ну вот Делают Какой-то Поступок Который Меня Разочарует Или скажет Мне что-то Неприятное Потому что Я Ну как бы Разочарует Меня Я могу Разозлиться За это На них Но люди Малознакомые Которых Я не знаю Никогда В глаза Не видела Я вообще Не понимаю Как можно На них Злиться Они Никто Они вообще Не существуют Для меня Точно так же Для человека По ту сторону Экрана Блогер Которого Они не знают Лично Он тоже Ну как бы Это картинка Это не живой Человек Испытывать К нему Злость Гнев И ненависть Это ненормально Это нездорово То есть Эти люди Как бы Несчастны Тем Что у них Злость Настолько Сильна Что они Начинают Внутри Их Что они Начинают Спытывать Злость К абсолютно Незнакомым Людям То есть Вот Тоже Самое Испытывать Ненависть К артисту Например По телевизору То есть Я не приравнивусь Боже упаси Не подумайте Что я там Голливудская дева Но Пока Но Я вот Вы понимаете Что я имею ввиду То есть Как влюбиться В артист То есть Как ненавидеть Артист То есть Так же Человек На экране Это картинка Просто картинка Это не Нереальная Личность Для вас Потому что Вы находитесь Далеко Неизвестно Где Короче Хочу Подвести итог Что я хочу Сказать Я хочу Сказать Что во-первых Во-первых Источником Источником Хейта На ютубе Во-первых Является то Что Вы действительно Можете Человеку не нравиться Он действительно Вам Вы действительно Можете быть Ему неприятный По многим параметрам И тут Есть Несколько Категорий людей Есть категория Которая пройдет мимо Категория Которая Напишет вам Что-то Ну не очень приятное Ну не очень хамское Есть люди Которые напишут Вам что-то Хамское И гадостное Вот эти люди Я считаю Хейтеры Те кто вас просто критикуют Я не считаю Что они хейтеры Хейтеры Это те кто вас оскорбляет И пишет вам Неприятные вещи Зная что они вас оскорбляют А это первая категория Вторая категория Это просто люди Вот Хейтеры По жизни То есть люди Которые по жизни Всех ненавидят Вокруг себя И для них Любой человек Является объектом Их ненависти Они как бы Пытаются Ищут место Где ее вылетит Интернет Ютуб в том числе Это идеальное место Вы там Инкогнито Так сказать И вас никто не знает И вы можете говорить Там все что угодно К кому угодно Ну и третье Наверное Да Конечно существует Какая-то зависть У некоторых К блогерам Хотя я считаю Что это Самая маленькая Категория хейтеров Возможность зависти Из Такого Знаете Почему она А не я Почему Она живет Например В Италии В Америке В Калифорнии А я живу В другом месте Которое мне не нравится Я бы тоже хотела И так далее А почему у нее Например Мы в одном возрасте А у нее Там сумки Шанель Луи Ви Торн Ермеса И все такое А у меня ничего нет У меня Назара не хватает Да Это есть Это существует Но я считаю Что это наименьший Процент Хейтер на ютюбе Люди Которые завидуют Потому что Еще раз повторюсь Есть ютюберы Которым абсолютно Нечему завидовать Но тем не менее У них полно хейтеров Вот такое Вот у меня сегодня Видео Я думаю Что Может быть Вы Я не знаю Поняли Мою посылку Я думаю Что какое-то Сумбурное Сумбурное Такое у меня Повествование Произошло Но Надеюсь Что поняли Все Люблю Целую Увидимся В следующем Видео Пока-пока До новых встреч